Всем привет дорогие друзья, с вами Глеб Задоя и в сегодняшнем видео мы поговорим на одну очень злободневную тему Можно ли сейчас зарабатывать деньги на нонфарме? Как вы знаете, каждую первую пятницу месяца публикуется отчет по занятости в Соединенных Штатах Америки Публикуются данные нонфарм пейрлс, которые приводят рынки обычно в довольно серьезные движения И в 2008, 2009, 2010 и даже наверное в 2011 году Мы очень неплохо зарабатывали на публикации вот этой вот статистики И каждый месяц, первую пятницу месяца мы ждали дня публикации американской статистики Ну просто я не знаю, как вот люди ждут дня зарплаты И каждый месяц мы проводили вебинары на эту тему, рассказывая о том, как можно на этом деле зарабатывать деньги Но последние годы традиция сохраняется И последние годы мы продолжаем проводить практически каждый месяц Да что там практически каждый месяц вебинары по торговле на нонфарме Но, к сожалению, те методики, которые мы показывали 5-6 лет назад, 7 лет назад, они уже не работают, они не приносят того результата. Я в одном из каких-то старых своих видео объяснял, в чем причина. Фактически мы раньше зарабатывали на неэффективности работы брокеров. То есть те, кто внимательно следят за тем, как реагируют валютные пары на новости, наверное, обращали внимание, что, например, есть перед новостью какое-то такое затухание движения, выходит новость, и цена резко подскакивает вверх или резко падает вниз. И причем она действительно делает это настолько резко, что, условно говоря, цена была вот здесь, и следующая цена уже сразу вот здесь. И между вот этими двумя ценами, соответственно, никакой торговли не было в принципе. И если наш ордер, допустим, на покупку стоял где-то вот здесь вот в середине, то по логике брокер физически не может нам с вами открыть сделку по цене, по той, по которой, собственно, у нас выставлен ордер. Брокер лучшее, что может сделать, и то, если он успеет это сделать, если все будет в порядке с ликвидностью и так далее, в лучшем случае он откроет позицию вот здесь. И вот это вот открытие позиции на покупку, соответственно, гораздо выше той цены, которая у нас прописана в ордере, приводило очень часто к тому, что мы ожидали, не знаю, забрать 300 пунктов прибыли, а забирали всего 100. А у меня были даже случаи, когда сделка на покупку, она открывалась выше планируемого тейк профита. То есть, получается, на самом-самом верху открывается покупка, вполне закономерно потом следует коррекция в обратную сторону, и вместо прибыли на нонфарме мы имеем, наоборот, соответственно, убыток. Раньше, как это все работало? Раньше брокеры, когда сделка должна была, вроде бы как, открыться по новой цене, там, следующей, да, брокеры вот эту вот разницу наших потерь нам компенсировали. То есть, раньше была следующая история. Вот по какой цене мы с вами поставим ордер, по той же самой цене, ну или практически по той же самой цене, они нам открывали наши сделки. То есть, если перед нонфармом мы с вами вот здесь вот поставим там отложенный ордер buy-stop, и следующая цена после публикации новости окажется вот здесь, брокер все равно открывал нам сделку по той цене, которая фактически не существовала на рынке. То есть, по большому счету, я так думаю, что брокеры, которые делали вот эту вот всю историю, да, которые давали возможность вот так зарабатывать на нонфарме, они, в отличие от нас, нонфарма ждали как очень страшного дня, потому что это день, когда брокер просто из своего кармана покрывал потери огромного количества трейдеров, да. И мы с вами, в отличие, соответственно, от брокера, на всей этой истории зарабатывали. Но в какой-то момент практически одновременно случилась ситуация, когда практически все брокеры одномоментно отказались от такого спонсирования трейдеров, и в конечном итоге начали открывать сделки так, как я вам показывал в первом примере. Поэтому история с выставлением отложенных ордеров на пробой, как мы это делали раньше, она, разумеется, сейчас не работает. Нет, вы можете, конечно, поставить отложенные ордера на пробой, да, вы можете попробовать таким образом заработать деньги, но вероятность того, что вы будете так зарабатывать регулярно на какой-то там долгосрочной основе, ну, честно говоря, вот эта история у меня вызывает сомнения. Поэтому единственный возможный вариант, то есть мы сейчас так или иначе все равно торгуем на новостях, мы все равно выставляем сделки, и возникает вопрос, а как же, собственно, заработать на нонфарме, как заработать на, например, принятии решений по процентным ставкам, либо на какой-то другой статистике, которая серьезно влияет на рынок. И единственный возможный вариант, который сейчас является жизнеспособным, на мой взгляд, и тот вариант, который лично я использую сейчас во время публикации каких-то новостей, это ставить сделки заранее, заранее перед новостью в каком-то определенном направлении. Причем, прежде чем мы поставим вот эти вот ордера заранее, прежде чем мы заранее выставим сделки, должна сложиться, как я говорю, определенная картинка, то есть должны быть к этому определенные предпосылки. Довольно часто случается такая ситуация, что новость является лишь только катализатором к какому-то движению, там, к росту котировок, либо к падению котировок, а то, что котировки будут расти или то, что котировки будут падать, как правило, это видно до новости уже заранее. Новость просто катализатор, который приводит к движению. Поэтому, если, допустим, мы видим следующую историю, мы видим, что, допустим, перед новостью котировки снижаются, и при этом на всей вот этой картинке видно, что у нас там по, например, осцилляторам есть, там, допустим, конвергенция, это самый частый пример того, что есть предпосылки к какому-то движению цены, то есть у нас есть конвер, у нас есть ожидаемая новость, то есть мы ожидаем какой-то волатильности, и конвергенция нам говорит о том, что, по идее, валютная пара должна уйти наверх, то есть как минимум вверх должна быть коррекция, может быть даже наверх должен случиться разворот. И как раз-таки мы ждем новости, которая может стать катализатором к этому движению. Поэтому мы заранее, перед публикацией новости, перед этим движением, заранее выставляем заявку на покупку, вот здесь вот, соответственно, и ждем благополучно той самой новости, которая должна привести рынок в движение. В данном случае у нас не будет, самое главное, той проблемы, что брокер нам откроет сделку там по цене, которая будет существенно отличаться от цены в нашем ордере. Здесь мы заранее ставим сделку ровно по той цене, которая есть на рынке, и она, эта сделка будет действовать уже до, соответственно, соответствующей новости. И когда новость случится, когда начнется волатильность, мы с вами находимся уже в рынке. Конечно, есть определенный риск при выставлении вот таких позиций, что вместо того, чтобы, соответственно, пойти вверх, котировки могут, наоборот, развернуться вниз. Но поэтому, когда мы ставим такие сделки, во-первых, обязательно сейчас на новостях, если мы торгуем, нужно соблюдать правила управления капиталом, желательно, соответственно, ставить стоп-лоссы, даже если вы их не ставите. Ну и третий момент, действительно, должна быть уверенность в том, что есть сигналы, которые явно говорят нам о том, что котировки пойдут в какую-то определенную сторону. То есть вот эти вот все вещи должны сложиться сразу воедино. Если они все складываются, мы выставляем сделки. Если они не складываются, на мой взгляд, перед новостью лучше не торговать. Что ж, ну в теории я, в принципе, объяснил, как торговать на новостях. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит на практике, на примере последних реальных публикаций отчетов по занятости в США. Итак, друзья, давайте посмотрим теперь, как это все работает на практике. Покажу на примере двух последних публикаций отчета по занятости в США в ноябре и в декабре 2019 года. Именно на этих публикациях, на валютных парах евро-доллар и доллар-иена мы заранее перед публикацией отчета по занятости устанавливали сделки. И давайте начнем с евро. По евро мы ставили позиции только в декабре. Здесь, обратите внимание, ну давайте покажу саму реакцию пары на новость. Собственно, вот эти вот три свечи. Это и есть реакция на новость, собственно, начало движения по евро-доллару была ознаменована именно публикация отчета по занятости в США. Что мы видели заранее? Заранее, если посмотреть, допустим, на тот же самый четырехчасовой таймфрейм, заранее была видна дивергенция. Это очень тревожный сигнал для покупателей, хороший сигнал для продавцов. Он говорит о том, что пара готова к коррекции, быть может даже к развороту, то есть готова к снижению. И видя вот этот сигнал, он, кстати, просматривается, также можно обратить внимание и на графике часовом. В общем-то, тоже здесь дивер имеется, может быть, не такой красивый, не такой отчетливый, но тем не менее. То есть пара готова к снижению, и мы, видя эту картинку, заранее по евро-доллару устанавливали заявку на продажу. Собственно, и продажа себя и отработала. Дальше, если посмотреть на доллар-иену, давайте посмотрим для начала, как пара среагировала на новости в декабре, получается, уже. В декабре, соответственно, в первую пятницу месяца, вот у нас реакция на новость. Вот это вот первая белая свеча, большая, соответственно, это реакция на новость. И если на эту же свечку мы посмотрим, допустим, на каком-нибудь там 15-минутном, или даже, наверное, лучше на 5-минутном графике, мы увидим, что перед этой свечой, пускай даже на 5-минутном графике, а мы даже на такие таймфреймы смотрим перед публикацией отчета по занятости, на протяжении нескольких часов формировалась довольно отчетливая конвергенция, которая, собственно, нам говорит о том, что пара готова к коррекции, а быть может даже и к развороту. Собственно, коррекция здесь и случилась. Коррекция здесь была, ну, если смотреть до хвоста, примерно на 380 пунктов, ну, а мы, соответственно, заранее на вебинаре в режиме онлайн вот здесь вот валютную пару покупали. Ну, и давайте посмотрим на то, как доллар-иена реагировала в ноябре, потому что в ноябре мы здесь тоже заранее ставили заявки. В ноябре публикация была, соответственно, у нас 1 ноября. Давайте найдем эту дату. Так, 4-е. Вот оно, 1 ноября, 1 пятница месяца. Отматываем график цены, соответственно, в историю, смотрим, что у нас здесь было. Увеличу немного график, чтобы было лучше видно. Собственно, реакция на новость у нас, вот она, это вот эта большая белая свеча. И видно, что заранее перед этой новостью формировалась также конвергенция, которая говорила о том, что валютная пара готова к коррекции, а быть может даже и к развороту. И мы, соответственно, в виде эту картинку заранее устанавливали заявку на покупку по доллар-иене и, соответственно, зарабатывали на вот этом вот росте. К слову, если посмотреть, что было дальше с доллар-иеной, действительно, вот эта вот картинка, она привела не просто к коррекции пары, а она привела прямо к такому достаточно серьезному развороту. Если здесь оставлять эти позиции на средний срок, то, соответственно, можно было очень даже неплохо заработать. Но в большинстве случаев на нонфарме мы сделки закрываем практически сразу после публикации новости. То есть есть новость, есть реакция на рынки, есть прибыль по сделке. Соответственно, мы забираем то, что там видим. Обычно это там 200-300, может быть там до 500 пунктов. Это то, что реально можно забрать на отчете по занятости в США на текущий момент. Вот так это работает на практике. То есть мы заранее видим сигнал, заранее ставим сделку и, соответственно, зарабатываем уже на новости, которая является катализатором к конкретному движению на рынке. Итак, друзья, напоминаю, что каждую первую пятницу месяца у нас проводится вебинар по торговле на нонфарме, где мы вместе с вами обсуждаем все вот эти вот истории, предпосылки к открытию позиций до публикации соответствующей статистики. Поэтому обязательно следите за этими вебинарами, обязательно на них приходите и зарабатывайте вместе с нами. Ну а на этом на сегодня все. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, ну и давайте пошумим в комментариях на эту тему. Всем большое спасибо за внимание, успехов в торговле на новостях и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok